всем здравствуйте и я бы хотела знать из чего начать написали здесь комментарий на ю тубе и я бы хотела его разобрать так сейчас найду так сейчас попробую ребят найти к присоединяются так на прошлом эфире вы предложили рассказать подробнее свою ситуацию так вот это наш сын 12 лет задержка развития обучаю его сама дома и знаете удивительно читает книги и уроки но почему-то не может выстроить разговор банально да на и как-то дежурные фразы такое ощущение что не полностью включился он если его спросить о чем-то не ответить здоров физически слух хорошие проверяли ранее практически на все я постоянно копаю себе где мой косяк и что я не вижу ведь это я держу ребенка в таком состоянии как его вытянуть и исцелить чтобы он мог жить полноценной жизнью спасибо вам за разобраться в моей ситуации так но во первых задержка развития нужно понимать что зародишь задержка развития они бывают абсолютно разные какой это либо какой-то синдром у ребенка и здесь нужно знать какой то есть задержки развития они но их очень много и они все со своей спецификой и как правило в задержке развития идет то что мы можем смотрите у нас общее средний статистический человек он как бы такое ощущение что он разбирается во всем когда я только только проходила практику в управлении в таможенном управлении вот и мне там там мой мой преподаватель мой куратор мой наставник он тогда сказал он говорит ты должна знать вот в определенных сферах все но понемножку не углубляйся ты можешь поддержать любой разговор если ты будешь знать просто верхушки и на самом деле у нас у большинства жизнь так и проходит потому что верхушек нахватались и ничего как бы глубокого люди не знают глубокого это не в смысле там глубокого какого-то духовного там еще что-то вообще чего-либо если копнуть что что-нибудь то это все получаются вот эти вот все вершки и в большинстве у людей это так но люди которых мы считаем не такими как все особенными детьми особенными людьми особенными там какой-то даже расой там у них есть ну то есть кто как может назвать но неважно смысл в том что вот эти люди они углубляются в какую-то в какое-то больше одно направление и в этом направлении они становятся уникальными практически и если мы возьмем людей которых все знают но многих знают это как музыкантов здравствуй рафаэль да и анюта здравствуй многие знают как правило музыкантов потому что они больше всего на слуху как говорится но большинство на ученых большинство людей которые создали что-либо они даже они даже бывают что замалчивают и вот эти люди они как правило с отклонениями психическими по нашим меркам по среднестатистическим и когда вы говорите что он не может сказать учебную программу а вы задумались ему это нужно вам это нужно и когда вы говорите что я хочу чтобы он жил полноценной жизнью полноценной с вашего восприятия а вы ему сделаете вы ему позвольте жить ту жизнь который который ему комфортно жить потому что эти люди например они не любят и очень часто не любят тактильного контакта они очень часто не слышат то что им не нужно и мы как раз сегодня подойдем к той теме о которой я хотела бы вам рассказать вы поймете о чем я говорю так вот когда 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 мы говорим о том что вот этот особенный человек и он знает вот это я с такими людьми работала и я как-то у меня мне так посчастливилось с детьми со взрослыми юношами и со взрослыми людьми с дцп либо с какими-то отклонениями с ними где-то общаться где-то работать я вам скажу что если ты погружаешься в их мир если они тебе позволяют погрузиться в их мир то там такая глубина что вот наш мир это просто поверхность и здесь тогда встает вопрос а кто из нас полноценный и кто из нас живет полноценной жизнью они которые позволяют себе на тебя крикнуть когда им там крикнуть или что-то сделать какую-то эмоцию когда им неприятно что ты к ним прикасаешься они которые если им не хочется они не будут это делать или мы которые научились скрывать свои эмоции свои чувствования для того чтобы не обидеть кого-то чтобы показаться нормальным чтобы сделать что-то такое от чего мы думаем что тот человек будет вот так то это делать что он будет после этих действий после этих слов нас вот так воспринимать именно поэтому очень много в жизни разочарований да потому что человек другой воспринимать по-другому поэтому поэтому здесь знаете я бы наверное больше нацелилась на то чтобы он вас спустил свой мир и чтобы вы начали разговаривать на одном языке не надо его делать как все он уже уникальный у вас уже уникальный ребенок так и я могу вам еще сказать больше дополнить что на сегодняшний день изучая тело изучая тело изучая мозг и вот в ней в нейро биологии в нейро биологии два два учителя два единомышленника два профессора если так сказать двое из них они не с аутоиммунным заболеваниям поэтому это это восхитительные люди и когда ты работаешь с ними ты четко знаешь что если он это сказал он действительно так видит он действительно так слышит он действительно так чувствует так думать это действительно то что есть он не пытается ничего сгладить и если ты что-то не если я что-то не понимаю меня никто не пытается в этом поддержать искать да ты че не переживай а потом поймешь то есть там все конкретно то есть не 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 поняла перечитывай еще не поняла делай еще не поняла посмотри там там скрытие определенное не поняла там еще что-то но там нет вот это лести там нет того что как у нас это бывает ничего ты справишься ты молодец и для меня это как поддержание в силе поэтому поэтому когда говорят что какие-то другие люди наверное это больше говорится знаете про что наше наше непринятие того что другие могут больше этого увидеть и вот это вот больше увидеть это как раз те люди которые настолько вот в этом в своем своем проявлении какой-то одной грани настолько они глубокие и уникальные что мы стараемся их не замечать и вот смотрите в нашей жизни просто поголовно идут вот эти вот различные праздники да сейчас будет очередной праздник очередной праздник давайте так назовем и все вот эти вот праздники дни рождения какие-то еще моменты и эти моменты вы когда-нибудь задумывает ли чего они то есть мы по этим моментам оцениваем результат того что мы прожили что мы были что мы достигли не достигли сколько нам осталось что-то где сделать доделать и вся наша жизнь превращается в точечное в точечную застройку карты нашего мира у нас есть завтрак например и в завтрак мы должны сделать вот определенный ритуал то есть точечная застройка нашего мира она определяется ритуальностью и очень сложно уйти от привычек от каких-то потому что мы тогда теряемся в жизненном пространстве и что такое теряемся в жизненном пространстве то есть это когда вот ты знаешь он например у тебя будет какое-то мероприятие и ты его чтобы его запомнить это мероприятие ты его фиксируешь и в 90 процентах а может быть даже больше фиксируются такие мероприятия каким-либо застольем это принято практически во всех народах на сегодняшний день если ты не зафиксировал это событие то ты его не запоминаешь то есть день рождения если ты его не зафиксировал чем-то то как будто ты его не запомнил как у нас говорится как проведешь как встретишь новый год так его и проведешь как встретишь день рождения так его и проведешь представляете сколько навязанных парадигм на то чтобы мы жили точечно на то чтобы мы были в такой в таком аспекте из которого мы не можем как будто бы выйти потому что если мы вот это все точечно уберем точечные праздники точечные мероприятия точечное празднование чего-либо там застолье еще что то то наша жизнь ваша жизнь она как будто разглаживается ее как будто бы не становится вам не за что зацепиться за какое-то событие потому как человек настолько привык к этим к этой наркоте к любой наркоте что он без наркотиков не может воспринимать ту жизнь которую он живет в истинном ее проявлении ему кажется она становится серой что я делаю ну каждый день бегаю но каждый день плаваю но каждый день занимаюсь чем-то еще что то еще что то еще что то а хочется вот праздника хочется развеяться хочется еще что то когда это хочется когда тебя нет это хочется тогда когда ты не занимаешься каждый день своим любимым делом Когда ты не занимаешься каждый день чем-то И свое любимое дело Очень часто люди бывают Ну я вот люблю вот этим заниматься Но иногда надоедает А почему вы взяли, что Заниматься чем-то Одним Нужно чем-то одним Почему вы считаете, что в день Нельзя заниматься несколькими Любимыми делами То есть мой день На сегодняшний день состоит из того Что я, например, люблю плавать И я с удовольствием Хожу на море Я плаваю Мне нравится холодная вода Мне нравится зимнее холодное море Оно более концентрированное Оно более плотное Оно более заряженное И мне это нравится Я сегодня пришла домой И мне нравится Я накупила себе, как обычно Кто-то кофточки, платьишки, юбочки, сандалики А я книги Я погрузилась в новые книги Почитала там Что-то там почитала Потом Перешла К другому своему любимому делу Связалась с людьми И с которыми мы Идем к определенным моментам Так скажем Потом я села Порисовала Начала новую картину рисовать И Чтобы мне зафиксировать этот день Насколько он для меня круто прошел Мне не нужно в конце дня Себе устраивать какой-то праздник Мне просто клево будет В конце дня Посидеть на воздухе Ночной воздух Даже, смотрите, все лягушки затихли Только сверчки Я даже не помню, когда такое бывало Посидеть вот в этой вот тишине И Возможно даже просмотреть свой день Как я его провела А если бы я его чем-то зафиксировала Смотрите, сейчас ключевой момент Когда вы фиксируете чем-то То что происходит Берем день рождения День рождения У вас приготовление идет Салатов Каких-то блюд К вам кто-то приезжает Вы начинаете хохотать Все в предвкушении Вот этого дня рождения В предвкушении чего-то Там что-то делаете Кому-то там детям подзатыльников Уже успели надавать Там уже разругаться с мужем Потому что он не дождался Пока сядут за стол Уже ходит кривенький Там еще какие-то обычные ситуации И потом это все закрепляется чем? Застолье И когда проходит какое-то время Где была ваша жизнь? Ваша жизнь была до застолья Это была жизнь, в которой жили вы Без показухи Без устроить что-то Без того, что показать кому-то Рассказать кому-то Сделать для кого-то Это была ваша жизнь Как вот она была такая С посиделками С разговорами С поболтушками С какими-то С раздражением Чего-то От чего-то И вот эта вот фиксация Которая потом произошла Фиксация застолья Когда вы будете Вспоминать этот день Через какое-то время Вы не вспомните жизни Как вы болтали Как вы резали эти салаты Вы вспомните застолье Вы вспомните Кто в чем был Возможно Вы вспомните О чем вы говорили Вы вспомните Подарки Вы много чего Вспомните Но вот такие Обыденные вещи Они как правило Остаются на заднем плане Да, у меня сейчас Много кто напишет Что ой нет Я наоборот вспоминаю Как мы там с родителями Были вот это Вы вспоминаете Это когда Вы вспоминаете Это только тогда Наш мозг Так устроен Что вы вспоминаете Это на фоне Той привязки Которая была За столе Вы можете От него На веревочке На соплюшечке Опуститься И вспомнить Что было До того Как селить за стол А если Предыдущий день Был просто Тот что ты Послякать И шел на работу Не выспавшийся То ты его Даже не вспомнишь Он в твоей жизни Был как Ну побыстрее бы прожить Дожить бы до До праздника Дожить до пятницы Дожить до выходных Ведь сколько Ходит мемов Чтобы Просто дожить До какого-то До какого-то дня До выходных Я тут недавно Буквально позавчера Ехала В такси На массаж И мне Позвонила Подруга Подруга Детство Еще с Урала И она говорит Света Можно Я дам Там твой номер Телефона Нам нужно Проголосовать За такую-то Аллею В нашем городе Я говорю Так я же там Не живу Как бы Как мой голос Может учитываться Это же как бы Будет неправда Она говорит Нет-нет Нам самая Главная Статистика Я говорю Ну хорошо Я говорю Если хочешь Можешь взять Воспользоваться Ничего страшного И начали Как дела Она готовит Вся в работе Не могу Я говорю Когда Собираешься На отдых Я не могу Пока на отдых У меня тут кредит И тут это Тут то Вся в работе Некогда мне Я говорю Ну Маша Может быть Как-то Сменить работу Там Что-то Что-то другое Что тебя будет Радовать Она говорит В смысле Радовать А как У нас есть Несколько долей Мозга И у нас Так Так Расходятся Нейроны Что у нас Лобная доля Префронтальная Кора При соединении Отдают Определенные Сигналы Определенные Сигналы Которые В том числе Нацелены На что-то На какие-то Захваты Чтобы этот Захват Обработать Передать И получить Определенный Гормон Радости Либо Горести Неважно Он будет Все равно Так же Скакать И Когда Это происходит Мы себя Начинаем Чувствовать Живыми Но мы же С вами О чем Сейчас будем Большинство Эфиров Проводить О том Что Мы Через Осознание Не через Философию Философскую А через Осознание Как работает Наше тело Придем К своему Базовому Состоянию Пробуждение Просветление Это то Что доступно Абсолютно Каждому Это то Что может Ощутить Абсолютно Каждый И когда Мы это Ощущаем Нам Перевернутый Мир Мир Во лжи Больше Не нужен И вот Когда у нас Поступают Определенные Сигналы В головной Мозг И мы Еще В следующий раз Еще глубже Туда Идем Почему Так Происходит То мы Не видим Большой Любви Мы видим Только Малую Любовь Точечную Опять же Мы видим Когда нам Подарили Цветочки Нам Наверное Там кто-то Любит Если про Любовь Говорим Пришел Там Обнял Погладил Ой Это Любовь Сделал Что-то Приятное Ой Это Любовь И мы Любовь Определяем Точечными Моментами Но Любовь Которая Большая Которая Всеобъемлющая Ей У нее Нет Точечного Предназначения Она Просто Есть Всегда И ее Когда она Просто Тотально Есть Везде Ее Не Видно Ее Не Видно И Чтобы Хоть Как-то Себе Определить То есть Смотрите Например Человек Есть Люди Которые Просто Любят Ну Например Родители Детей И Дети Могут Это Они Могут Знать Что Их Родители Любят Но Осознают Они Эту Любовь Только Тогда Когда Сами В Это Состояние Погружаются Либо Когда Взрослеют Либо Когда Сами Погружаются Состояние Родительства Знать Что Тебя Любят Понимать Что Тебя Любят Это Не Одно И То Что Есть Тотальное Чувствование Что Тебя Любит Все Потому Что Ты Можешь Понимать Что Тебя Любит Все Только Тогда Когда Ты Являешься Все Любовью И Тебе Тогда Не Нужно Подтверждать Это Как Это Как Мелочами Родитель Не Может Каждый День Ребенку Делать Подарки Но Он Он Постоян Любит Без Выходных Без Часов На Обед Он Просто Любит Он Может Ночью Подорваться Если Ребенку Плохо И Просто Что Для Него Делать Не Потому Что Особо Это Нужно Ребенку Или Даже Не Особо Когда Нужно Там Маме То есть Проходя Мимо Подогнуть Одеялко Там Что Выложить Там На Тарелочку Какую То Еду Покрасивее Чтобы Было Поприятнее То есть В каких То Таких Мелочах Которые Не Они Вроде Бы Не Важны И Ты Это Делаешь Не Для Кого То А Ты Это Делаешь Потому Что Ты Есть Любовь Это Когда Живут Пары И Ему Не Обязательно Не Все Цветы Дарят Каждый День Или Даже По Праздникам Бывает Не Дарят Но У Него Есть Тотальная Забота То Есть Он Работает Чтобы Для Его Любимой Женщины Был Вот Такой Комфорт Чтобы Она Могла Вот Это Делать Вот Это Делать И Вот Это Делать Но Многие Начитавшись И Насмотревшись Соцсетей Решили Что Если Он Не Дарит Бриллианты Пуха Не Знают Цветы И Не Возит Куда Нибудь В Какие Дальние Дали То Значит У Него Не Такая Любовь То Значит Он Не Столько Зарабатывает Значит Нет Но Не Может Любовь И Надежность Человека Определяется Определяться В Но Человек Который Тотально Ответственный За себя И за мир Который Он Создают Вокруг Себя В Нашем Материальном Мире Он Не Может Быть Вне Денег Он Не Может Быть Вне Финансов Потому Что Он Ответственный За Каждый Момент Так Устроен Наш Мир То Есть Ты Не Можешь Быть Человеком Как За Каменной Стеной У Которого Нет Вообще Ничего В Этом Материальном Мире Если Вы Уходите И Живете Где-то В Горах И Вам Никто Не Нужен Вам Не Нужно Обучать Детей Вам Не Нужно Воспитывать Детей Вы Просто Вдвоем Живете Друг Для Друга То Конечно Вы Там Будете У Вас Может Быть Подобная Компания И Там Вы Будете Себя Чувствовать Очень Хорошо Это То есть Если Люди Которые Не Кушают К примеру Они Не Могут Говорить О том Что Давайте Вырубим Все Плодовые Деревья Там Вот Это Вот Уберем Потому Что Еда Нам Ни К Чему Конечно Мне Кто-то Скажет Что Это Все Для Птичек Для Зверушек Еще Для Чего То Я Говорю Ребят Образно Чтобы Было Понимание И Поэтому Та Любовь Которая Большая Она Распределяется Абсолютно На Все И Когда Ты Становишься Любовью Тебе Не Обязательно Человеку Говорить Либо Показывать Свою Любовь Какими-то Какими-то Нюансами Какими-то Какими-то Моментами Чтобы Он Понял Потому Что Он Уже Это Знает Потому Что Ты Уже Знаешь Это И Если Ты Что-то Делаешь Это Не Говорит О том Что Ты Не Проявляешься Вообще Никак Но Если Ты Что-то Делаешь То Это Не Для Доказательства Это Не Для Того Что Посмотрите Это Просто Потому Что Тебе От Этого Хорошо Тебе Хорошо От Того Что Он Еще Одну Положительную Эмоцию Получил И Когда Ты Видишь Что Любовь Не Точечна Тогда Ты Сам Становишься Просто Любовью Когда Ты Видишь Что Твоя Жизнь Она Не Точечна Ее Не Нужно Фиксировать Чем То Какое То Событие Каким То Событие День Каким То Событие То Твоя Жизнь Становится Каждый День Наполнена Новым Вздохом Новой Волной И Тогда Ты Начинаешь Каждый День В этом Видеть Что-то Новое Она У тебя Не Может Быть Постоянно Одинаковой Потому Что Ты Уже Другой Каждый Момент Своего Существования Познавая Эту Тотальность Ты Становишься Постоянно Другим Ты Все Больше И Больше Видишь Того Что Есть Вокруг Тебя Вот Поэтому Ребят Если Кого-то Какие-то Вопросы То Обязательно Пишите Пишите Под Видео Пишите В Телеграм Канале В Группах Пишите Что Мы Будем Разбирать Телеграм Канале Есть Группа Просветления Есть Группа По психологии Лаврова Светлана Называется Там Мы С вами Можем Разобрать Эти Вопросы А то Что Касаемо Питания То Это Конечно Группа Школа Автономии Вот Присоединяйтесь И Ребята У меня Тут Несколько Моментов Несколько Вопросов Было По Ретриту Ретриты Но На На Весну Не Запланированы Потому Что Просто Нет Времени Ретрит Будет Только Летом Летом Будет Два Ретрита Это На Алтае И На Байкале Но Там Места Ограничены Не Знаю Правда На Алтае Остались Места Или Нет Там Было Уже По Моему Что Что Совсем Мало Оставалось Но Это Через Администратора Можно Узнать Вот И Осенью Будет В Сочи Вот Пока Больше Ничего Не Загадывали Потому Что На Новый Год Мы Пока Не Знаем Где Мы Будем Но Обязательно Как Узнаем Обязательно Все Расскажем Вот Поэтому Присоединяйтесь Я Конечно Буду Очень Рада Вас Видеть И Будем С вами Очень Много 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 Разговаривать Через Анатомию Через Нейробиологию Как Мы Можем Увидеть Мир Через Наше Великолепное Тело Которое Мы Можем Менять Ребят Еще Раз Повторюсь Мы Можем Менять Своё Тело Так Как Нам Нужно Так Как Нам Удобно Так Как Нам Максимально Максимально Комфортно Познавать Себя Отдавать Себя И Раздавать Себя Мы Его Можем Исцелить Абсолютно Полностью Мы Его Можем Подкорректировать Чтобы Чтобы Вам Было Комфортно И Можем Ли Мы Отрастить Конечности И Зубы То Конечно Да И это Вам Скажет Каждый Человек Который Пришел К себе А А если Тотальное Ограничение В Каких-то Привязках Которые Некоторые Люди Считают Жизненно Необходимыми Если Он Живет Еще Без Них То Вам Эти Люди Абсолютно Точно Скажут Что Да Это Все Абсолютно Возможно Поэтому Всех Вас Обнимаю Задавайте Вопросы И Конечно Будем И на Эти Темы Тоже Будем Разговаривать Но Не Все Я могу Открыть В прямом Эфире Иначе Блокируют Канал Поэтому Присоединяйтесь В Закрытый Клуб Там Мы Говорим Уже Более Открыто Обо Всех Вещах Ну А на Ретритах Конечно Там Максимум Информации Той Которой Я Не Говорю Вообще Нигде И Там Вы Можете Найти Прийти К себе Когда Вам Уже Не Нужно Будет Нигде Брать Ответы Потому Что Они Будут Уже Все В Вас Любой Ответ Будет Всегда В Вас Всегда Вовремя Всех Обдела